Понятно. Значит, мое мнение. Это не только мое мнение, это мнение всей полноты Русской Православной Церкви в данном случае совпадает. Скажу словами поэта. Собрать все книги, да изжечь. Я думаю, что тех, кто справляет масленицу по языческому образцу, надо сжигать на костре. Это самое лучшее применение для этих людей. В жизни отца Михаила вера в Бога и гламур переплелись настолько, что похоже он вывел для себя новую заповедь. Не убей своим прикидом. Зимой он проводит службы в норковой шубе, а дольше, чем о религии, может говорить только о своем гардеробе. На самом деле, оказывается, весь этот образ жизни отцу Михаилу практически подарили. На языке священнослужителей это называется окучивать спонсоров. Храм, где он служит настоятелем, расположен у Казанского Кремля. И многие из его паствы очень богатые люди. А как можно исповедоваться человеку, часы которого стоят меньше 100 тысяч долларов? Не нужно показывать будущие события. Угу. И в курсе событий, да. И поэтому не важно и свой автомобиль. Кто прожил дом, кто прожил дом. И тоже не должен быть такой, кто там. Кроме того, что восстановил храм, за эти годы батюшка успел многое. Прослыть за всегда таем казанских ресторанов, завести привычку каждое утро ездить на укладку в салон красоты и сменить с десяток машин. Сейчас отец Михаил любит троицу. BMW X6 за 150 тысяч долларов. Зилентваген за 150 тысяч долларов. Вот он стоит у входа в церковь. И этот Mercedes Viana всего-то за полтора миллиона рублей. Не все могут подвезли, но это подарок, да, скажем. Угу. Как, не до веносского. Пожар, то ли? Так же мне пожар. Ну, это просто так не бюджетно, да? А еще этот загородный дом с видеокамерами по периметру. И этот, и еще этот. Плюс две квартиры в центре Казани. И одна в Москве. Вот в этом жилом комплексе. Кроме указать другого человека. Ну, на такую же. Так что и семьи дали над этим позже. В Краснодарском крае на скамье подсудимых оказался батюшка, православный священник. Его уже лишили духовного сана. А в местах не столь отдаленных бывшему отцу Роману придется провести больше 14 лет. И придется ему там совсем плохо. На состав преступления развратные действия в отношении несовершеннолетнего или попросту педофилия в зоне реагирует соответственно. Именно поэтому Роман Погребняк просил милиционеров лучше застрелить. Репортаж Семена Еремина. Судья Белореченского суда предпочел закрыть процесс для прессы. Так бывает в большинстве случаев, когда рассматриваются дела по статьям изнасилования и насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. 47-летний Роман Погребняк в ходе следствия признался в трех таких преступлениях. Его жертвами стали мальчики от 9 до 12 лет в Ставропольском и Краснодарском краях. И дело даже не в криминализации. Я в данном случае говорю о том огромном количестве педофильских процессов, который связан со священнослужителями. Я даже не буду... Прости, Саша, где это у нас ты читал о подобных процессах? То, что это делается там на Западе, этого полно. Нет, стоп, давайте не будем перебивать. Я могу зачитать список, который начинается с хорошо известного Екатеринбургского и Верхнетуринского епископа Никона. Продолжить митрополитом Александром Латвийским в порно-коллекции, которого было около трех тысяч изображений различных голых мальчиков и девочек. Я могу продолжить так называемым иеромонахом Амвросием в Москве из Всесвятского храма, который был даже зарезан своим несовершеннолетним любовником. Стоп, дело не в этом. В конце концов, как развлекаются попы, это их дело. Но мы наблюдаем за тем, что в последнее время вот эти все факты, а таких фактов, ну, могу сказать, что Рима-Католическая церковь откровенно признала педофилию огромной проблемой и пытается как-то, по крайней мере, расшаркиваться перед обществом. Русская православная церковь эту проблему не просто скрывает, а скрывает архитчательным образом. То есть, подожди, вы полагаете, что не надо отдавать здание только за это? Нет, 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 не за это, не за это. В конце концов, от них никто ничего другого не ожидал. Но мы видим, до какой степени они умеют уводить в тину, как они умеют тихорить эти процессы. Потому что все эти педофильские процессы со священнослужителями Русской Православной Церкви, а их десятки этих процессов, были раскопаны светскими журналистами. Священники о них молчат, церковная пресса о них молчит. Очередные неполадки с законом могут начаться у Екатеринбургской епархии. Один из жителей Екатеринбурга обвинил церковь в нарушении прав потребителей. Вопросы возникли к вину, кагору в частности, который продается в церковных лавках. У сотрудников епархии нашлись ответы, только обиженного потребителя они не устроили. Церковное вино Владимир покупает не пьянство ради эксперимента для. Мужчина пытается доказать, Екатеринбургская епархия у всех на виду незаконно торгует алкоголем. На бутылках с кагором и вином не указаны ни состав содержимого, ни место его производства и розлива, ни информация о качестве продукции. Чем торгуют в лавке, одному Богу известно. Есть статья 19 Конституции Российской Федерации, которая гласит, что все равны перед законом, независимо от расы, пола и вероисповедания. Нам внушают, что законы Божьи выше законов Российской Федерации. Этого принципа, рассказывает правдоборец, придерживается даже районный суд. Жалобу Владимира там отклонили, на том основании, что отношения между церковью и прихожанами не попадают под статьи закона о правах потребителей. Другими словами, вином в лавке не торгуют, его людям отдают за добровольное пожертвование. Это не цена, это пожертвование. Нет, это цена. Это пожертвование. Это пожертвование. Не можно меньше заплатить, но хотя бы можете больше заплатить. А, больше можно. О том, что мирские законы им не указ, подтверждают и в самой епархии. По словам юриста, церковь в нашей стране отделена от государства. Между ними давно политика невмешательства. Российские религиозные организации действуют по одному федеральному закону о свободе совести. В соответствии с институционным принципом отделения религиозных объединений от государства, религиозное объединение создается и осуществляет свою деятельность в соответствии со своей собственной иерархической и институционной структурой. И государство уважает внутренние установления религиозных организаций. В православном интернете уже можно подписаться на ежедневную смс-рассылку заповедей. Прочитать новости, вроде таких. Россия впала в грех либерализма. Зарегистрироваться в социальной сети Соборное дело, аналоги контакта. Или вот, положить в корзину покупок в монастырском интернет-магазине «Вечное поминовение» за 3000 рублей. Кажется, никогда еще российское православие так точно не улавливало дух времени. Вот сейчас мы видим этих феноменально злобных, этих феноменально нетерпимых людей, которые, причем за наш счет хотят выстраивать свою церковь, за мой счет, за счет Саши Никонова, за счет еще миллионов людей. Потому что они не хотят устанавливать кассовые аппараты, платить налоги. Они хотят иметь огромную сеть нелегальную торговли золотом и серебром в виде крестиков. Они не хотят платить налог за недвижимость и за землю. Когда в Краме появятся кассовые аппараты, мы назовем их невзоровками. Хорошо, я согласен. А по законодательству должны быть кассовые аппараты? Нет, конечно, потому что там нет кассовых пожертвований. Но представьте себе, в Краме кассовый аппарат и невзорова, считающего церковные деньги. О, конечно, я подозреваю, что вам никакой Вольтер вместе с Фейербахами и Геккелями и Дарвинами не так страшен, как маленький кассовый аппарат. Я за свободу слова для невзорова и Никонова. Лучшие лица атеизма в Российской Федерации. Ура! Прекрасно. Вот давайте сейчас этот глумлеж прекратим. Я сейчас задам один простой вопрос. Как вы думаете, какова рентабельность одной свечки? Ну, процентов... 300. 200-300. У нее нет рентабельности, потому что это жертвы. Она не приносит прибыли никакой. Тем, кто в Краме работает, она не приносит прибыли. Сколько стоит производства? Свечка стоит меньше 1 рубля, продается за минимум 15. Прибыль 1500%. И тем не менее, это не товар, это жертвы на Краме. Конечно, конечно. А можно жертвовать в связи со свечой или в нет связи со свечой. 1500 – это почти рекорд, потому что рентабельнее только героин 1600. Наши торговые палатки по всей Руси каждый день рады продать вам все необходимое для веры. А гипермаркеты, что в центре столицы российской, порадуют вас роскошеством и сервисом. Важно помнить, что свечи, купленные на улице, в Краме недействительны. За ОРПЦ. За качество отвечаю. В каждом населенном пункте наших необъятных владений, профессионально одетые батюшки, за умеренную плату проведут все необходимые торжества. Их список так же бесконечен, как ваша веровная. Я смотрю тоже, как и вы, новости. И очень интересно по российским каналам смотреть еще сюжеты об одном персонаже российской православной церкви. Мы не будем издеваться над чувствами верующих, это неправильно. Но одного батюшку, я знаю, вы даже назвали поп-звездой. Что там получилось, почему так? Да, это в передаче у Гордона пригласили оппонентов. Которые бы разрушали то, что я хочу, ну, как бы, я хочу людей заинтересовать тем, что у нас гораздо более глубокая история. Я поэтому у вас бывал в Триполье, например. И я говорил об этом в передаче Гордона. Что, ну вот, на Украине раскопки, пять тысяч лет до нашей эры. Ну, ребята, шумерского государства не было еще. А под египетскими пирамидами пусто. Нет уже ничего. То есть в это время еще жизни там не было. Почему мы на это не обращаем внимания? У вас есть такой профессор Шилов. Он, например, очень интересно рассуждает об этом. Они все-таки вырезали. Оставили только, как на меня. Там они орут, кричат, что вы, такое-то. Там, вот, до оскорбления доходило. И был вот этот, его, я не хочу его называть священнослужителем, священником. А потому что он поп. А поп еще со времен Пушкина было всегда немножко иронично. Сказка о попе. И работники балде. Пушкин гениальный написал. Между прочим, перечитайте, вы поймете, кого надо называть попами. И Пушкин, на меня можно не катить. И там был такой, который говорил, это чушь. А ты скажи, что, ну как Триполи, ну как, это чушь, Аркаим, что чушь. Я сейчас на камнях видел Онежского озера рисунки. Извините, 25 тысяч лет до нашей эры. И 6 тысяч лет до нашей эры. И как с этим быть? Ну как с этим быть? Вы признали, что Солнце не ходит вокруг Земли всего 200 лет назад. А недавно признали Солнечную систему. Ребят, мы не можем больше ждать, пока вы признаетесь. В прямом перечесный понедельник с Сергеем Минаевым. Я хочу обратиться к Александру Никону, писателю, журналисту. Саша, возьмите микрофон, пожалуйста. Слышно. Вот, да, так слышно. Заявление отца Всеволода о православном дресс-коде. О литературе. Они вот лично тобой как воспринимаются? Как действительно попытка вмешаться в светское государство? Или как частное мнение священнослужителя? А с дичайшим возмущением воспринимаются. По той простой причине, что вот церковь, она продает, как говорил Карл Маркс, опиум для народа. Она продает утешение. Она продает смерть практически. Утешение смертное. Так вот, налогов они не платят. Вот тут сказал господин Чаплин, что они собирают пожертвования и распределяют. За то же самое Сергей Пантелеич Мавроди отсидел 6 лет. Он тоже собирал пожертвования и распределял среди народа. А еще господин Чаплин просил, значит, педофилов ему перечислить православных. У меня вот тут целый список на двух страницах. Я даже не буду их перечислять. Просто скажу, что для того, чтобы... Это ведь не первый призыв церкви бороться с книгами. В 1866 году Иван Сеченов, гордость науки нашей, да, издал книжку «Физиология головного мозга». Церковь была так возмущена, что потребовала его посадить. По счастью, времена были уже не те. Книжка была запрещена. Книжка была запрещена. И Пушкина запрещали, вот эти церковники. Более того, более того, значит, вот я писал, когда я писал свою книжку «Религия как глобальный бизнес-проект», я гору литературы исторической проштудировал. И куча по 15 веку, 16-17 век, вот все эти данные свидетельствуют только об одном. Все эти века, значит, народ церковь яростно ненавидел, а церковь была рассадником педофилии, педерастии, искатоложества. Иван Грозный писал, что, значит, обращаясь к монахам, что вы скоты, вы хуже скотов. Ломоносов писал, что монашество есть ничто иное, как черным платьем, блудодеяние и садовство, не говоря уже о детоубийствах. Дорогой друг, доказательства, имена и доказательства. Как интеллигенции было относиться к церкви? Еще раз, имена и доказательства, хотя бы одно. Да, пожалуйста, значит, смотрите, 2009 год, Дмитровград, священник Спаса Преображенского храма Барсеньев, подозревался в совершении 50 несовершеннолетних. Есть решение суда езды.